Здравствуйте, это вечерний прямой эфир. В студии для вас работает Светлана Побеляева. Я приветствую всех, кто в этот час вместе с нами. В ближайшее воскресенье, 28 апреля, свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи. Почему специалисты этой службы отмечают праздник не только в 3 воскресенье июня, когда известный день медиков, но еще и сегодня? Почему эта служба стоит особнячком? Наверное, среди медицинских служб об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Виктор Иванович Осакалов, начальник оперативного отдела Абаканской городской клинической станции скорой медицинской помощи. Добрый вечер. Ну, не буду скрывать, что на этой неделе мы уже встречались, потому что делали репортаж о службе, которую вот после окончания нашего эфира мы представим вашему вниманию. Но я хочу спросить вот что. Во время нашего разговора мы говорили о многом. Мы говорили еще и о том, что существует некая профессиональная дисформация у врачей станции скорой помощи. Но вы в этой службе 50 лет, да? И более 40 лет эту службу возглавляете. Вот скажите, что самое основное и, может быть, если вот сейчас, спустя много десятилетий, выбрали эту работу? Вы знаете, я просто другого себе не представляю. Видимо, так оно и получилось. Я начинал с поликлиники и одновременно совмещал на станции скорой помощи. Но все равно душа у меня как-то лежала больше к скорой. Поэтому выбор, он не то, что не случайно, он вполне закономерный, что ли, так вот получается по жизни. Это своя специфика работы с людьми, это своя специфика работы с больным. И она значительно отличается от работы поликлинической, либо от работы стационара. Отличается в лучшую сторону или тут не так надо ставить вопрос? Не в лучшую, не в худшую. А общение, как правило, это кратковременное. Потому что все равно по статистике, к примеру, в среднем по Абакану, да, каждый третий по количеству населения обращается за нашей службой. Но кто-то обращается систематически, то есть он имеет действительно заболевание, он имеет риск обострения, риск ухудшения здоровья. Он этого боится, он вызывает скорую в несколько раз. Но чаще всего, чаще всего, это примерно 70%, люди обращаются в исключительных случаях. То есть обращаются единожды. И вот за эти короткие минуты времени общения, это может 15-20 минут, но от силы полчаса, да, нужно сориентироваться, нужно поставить диагноз, либо принять правильное решение, отвезти, госпитализировать в профильное лечебное учреждение. Несмотря на то, что скорая помощь, она имеет достаточно своего диагностического оборудования, лечебных средств, это очень немного по сравнению со стационаром. В стационаре возможностей гораздо больше и самое главное времени гораздо больше. Поэтому вот сама специфика в короткое время принять решение, взять на себя ответственность, это нужны и профессиональные знания, это нужен свой склад определенный характера, потому что я сразу говорю, не все даже грамотные специалисты могут работать у нас. Это не случайно, потому что к нам приходят, они устраиваются на работу какое-то время. Нет, я не могу, они просто боятся ехать на вызов, они боятся то, что они не смогут контролировать состояние больного человека. Они боятся ответственности, потому что это действительно риск, всегда риск. Ну, тем не менее, вот вы возглавили службу в возрасте, я посчитала, в возрасте 28 лет, да? Да, 28 лет. Ну, и сейчас много достаточно молодых в службе работает. Просто прям после окончания, не знаю, в вуза люди приходят и остаются? Если сейчас они остаются, то они проходят, раньше такого не было, была интернатура. Ну, раньше у нас больше как-то, больше нам доверяли. Нас, когда обучали, да, была интернатура, нас нам больше доверяли, контролировали, мы работали под контролем, конечно, но больше самостоятельности было. Сейчас это ординатура, это два года работы под контролем, это периодический контроль знаний, это больше теории, это практика, еще раз я говорю, под руководством опытных каких-то специалистов. Безусловно, то есть они приходят все равно после ординатуры, если это врачи, они приходят, безусловно, не с ветру, скажем так. Они приходят не случайно, они приходят обученными, и, естественно, свои знания уже закрепляют в работе. Ну, то есть это определенный плюс, что еще два года, ну, пусть теории. Учитывая вот специфику нашей работы, с одной стороны, кажется, два года ординатуры – это очень много, но настолько палитра вот нозологии, вы знаете, это нужно разбираться и в педиатрии, и в терапии, и в хирургии, в акушерстве, гинекологии, знать инфекционные болезни, знать много-много-много вещей. Поэтому это резонно, это нормально. Ну, единственное, я считаю, что раньше как-то у нас чуть-чуть труд работника скорой отличался от работников стационаров либо поликлиники. Немного, но отличался, поэтому как-то шли к нам с желанием. Сейчас разницы большой нет, как бы не сказать, мы где-то ниже среднего даже. Труд наш вознаграждается. То есть это тоже имеет, безусловно, играет свою роль, потому что люди… Ну, то есть достойная зарплата, вы хотите сказать, сейчас? Она… нет, она… раньше она отличалась от остальных специальностей в сторону скорой. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Я не хочу сказать, что там они абсолютно там ни к чему уж на вознаграждение получают. Нет. Но вот при выборе профессии все равно это играет какую-то роль. Особенно молодые специалисты. Они платят ипотеку, да, у них молодые семьи, естественно, у них там забот полно. Это немаловажный вопрос. Но он не первый. Первый, вот если тебе судьба работает на скорой, ты пришел, ты будешь работать. Если ты скоровский, это есть у нас такой… Скоровский, да, есть такое понятие. То есть ты не боишься рисковать, ты не ленишься, ты можешь сострадать. Понимать, как у нас принято считать, что хорошая специальность у нас порога сориентируется. Уже он понимает, человек страдает истинно или это агровация, да, попросту говоря. Человек, который преувеличивается. А вы уже скоростких видите вот так вот или иногда ошибаетесь? Ну, сразу я вам скажу, это невозможно увидеть, но по первым, положим, месяцам, по первому году работы можно заключение делать. Будет работать или не будет. Да. Первым месяцем, да? Конечно, первое месяцем, первое место и сложно, но по первому году, я поэтому сразу говорю, по первому году, безусловно, можно какие-то предварительные выводы делать. 22-41-18, телефон прямого эфира, уважаемые наши зрители, радиослушатели, сегодня в гостях в вечернем эфире начальник оперативного отдела Абаканской станции скорой медицинской помощи Виктор Иванович Ассакалов. 28 апреля профессиональный праздник работников скорой Виктор Иванович Ассакалов, почетный гражданин города Абакана. И вот мы встречаемся буквально незадолго до дня рождения нашего города. И вот, Виктор Иванович, мне кажется, тот период, когда вы руководили скорой с 78-го, получается, по 2020-й, это и период становления, да, когда менялось здание, формировался... Да, конечно, конечно. Менялась материально-техническая база ведь. Город рос, город рос и по населению, город рос по количеству зданий, по количеству зданных жилых домов. Он украшался, он, скажем так, генплан города вот разрастался на моих глазах и скорая тоже как бы вписалась в эту архитектуру городскую. Почему? Потому что сейчас, то есть служба скорой помощи, прежде всего, она привязана к урбанистическим процессам. Вот в большом городе просто нереально без этой службы сегодня. И вот за это время, даже взять тот период, о котором вы упоминали сейчас, 78-го года, конечно, скачок был очень значительный и по количеству населения, и по общему развитию инфраструктуры города. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, я вам еще раз повторяюсь. Вы знаете, Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я вам говорила, когда я скорую вызывала, ну, часто давление повышалось. Последний раз, я говорю, 23 тысячи было, 5 лет назад, почти. И вы знаете, когда мне приезжала молодая бригада, вот кардиограмма, еще подряд есть давление, но снижали. Потом как-то вызвала, мне уже 230 было. Но никого дома не было, потому что у меня внучка у меня осталась на смене, а муж на смене. И вы знаете, она спросила, кто что ела, говорю, икру селедки, ищи их под шубами. Она говорит, да кто вам разрешил селедку, ищи, это же соленое. То есть вы скорую вызывали 5 лет назад, последний раз? Да, 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 да. Вы знаете, что? Я теперь спокойно таблетками обращаюсь, ну, от давления. Соль я исключила с репертуара своего конкретно. Кому дети не нравятся, говорю, ешьте сами соль, как хотите. Буду повторение моих проблем. Ну, вы знаете, самое интересное, раньше салат, соль или вечно свежий салат? Спасибо вам большое, спасибо, что вы позвонили нам. Соль делают для вас? Ну, все, очень-очень актуальный звонок, кстати. Соль напрямую действует на повышение артериального давления. Это доказано, это уже не... Да? Конечно. А вот, кстати, главный врач скорой, Айвар Николаевич, он как-то вот говорил нам о том, что диспетчеры, они определить должны все-таки неотложно эта служба, обращаться, может быть, в неотложную службу, или это состояние действительно требующее вот прямо срочного внимания со стороны скорой. Это было и раньше, или вот это в последние годы вот как-то так более серьезно? Нет, это, вы знаете, это основное качество, которым должен обладать наш диспетчер. Да, они правильно называются, фельдшеры или медсестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам. Но в быту мы их называем диспетчерами, да, на слуху попроще просто. Далеко тоже не каждый может там работать, и, безусловно, основная задача их отделить как раз экстренный вызов, где помощь нужна здесь и сейчас, нужно все бросить немедленно бригаду с мигалками определенного профиля, естественно, направить и отделить от вызовов неотложных. Особенно в ночное и вечернее время поликлиника не работает, потому что в основном в дневное время поликлиника берет на себя неотложную помощь, участковые врачи, они обслуживают таких больных. А вот вечерние, ночные часы отделить именно экстренный вызов от неотложной – это самая первостепенная задача диспетчера. Вот мне, как обывателю, показалось, что они настолько вот спокойные, одинаково спокойные на все. И, ну, там же кому-то, вот кажется же, там же кому-то плохо, там же кому-то… А они вот все вот так вот спокойные. Ну, наверное, это важно, это качество такое важное, да? Нет, не просто, а мы требуем. Мы требуем именно спокойного, ровного отношения. Захлебываться в эмоциях им непозволительно, хотя иногда бывает такое. Они задают зачастую много вопросов, которые кажутся человеку незначительными. Я же адрес назвал, приезжайте и все. Человек спрашивает возраст. Почему? Потому что, если это возрастной человек, поедет специалист один. Если это ребенок раннего возраста, мы поищем врача, отправим врача-педиатра. Если были проблемы с сердцем, задают вопросы, мы отправим бригаду усиленную, врачебную. Если есть риск или мы знаем, что это ДТП, если это много пострадавших, у нас другая бригада для этого есть, то есть профильность бригады. Мы обязательно спрашиваем домофон, как правило, люди в горячке забывают этого. И у нас были такие случаи, когда люди в ночное время приезжают наши, не зная кода, не могут пробиться к больному, а там действительно было плохо, там действительно была угроза жизни. Такое бывает. Они спрашивают обязательно номер телефона, для того, чтобы была обратная связь с этим больным или с их родственниками. То есть, кажется, очень много вопросов задаются, а вопросы обязательны все. – Порядка трех лет назад скорая Абакана объединяется в Черногорском, да? – Да. – Вот чем это было вызвано, для чего это? И теперь вот, когда штат скорая, это 400 человек, это как бы два города вместе, да? – Да, да, да. Это порядка 400 работающих. В этом нет ничего удивительного. Расстояние по меркам больших городов – это вообще ни о чем. Вот эти 18, при среднем 18 километров до города Черногорска, значит, это позволит, как бы, во-первых, усилить и получить взаимопроникновение двух служб. К примеру, скажем, единственная специализированная бригада у нас официально, это психиатрическая бригада, которая обслуживает душевно больных, алкогольные психозы, сложная, очень специфическая вещь. – Вообще всего одна бригада на всю скорую. – Да, официально она получается, да, в городах свыше населенных пунктов, свыше 100 тысяч человек, организуется вот эта бригада, она является специализированной. В ней врач-психиатр, нарколог, фельдшер, который имеет опыт работы с этими больными, это санитар, который тоже работает, имеет опыт работы с этими больными. Случается что-то в Черногорске, из-за Бакана поехала эта бригада туда. Случается, положим, ДТП, у нас уже нет никаких, скажем так, диспетчер смотрит, где какая машина расположена, это может Абакан и Черногорск, а может все машины одномоментные, если это действительно спаси-сохрани, большое количество пострадавших, то мы имеем такую возможность оперативно управлять вот этим большим количеством бригад. В перспективе, может быть, мы и будем присоединять в единое диспетчер, через нашу единую диспетчерскую и Усть-Абакан, и Белый Ярд. То есть такие даже перспективы есть. То есть это тенденция всеобщая, присоединение вот этих близлежащих населенных пунктов, расширение функции службы скорой помощи на большую территорию, скажем так, и присоединение... А вот помещения, допустим, не будет, Красный Абакан, МПС. Давно же об этом говорили, что вот там, чтобы ближе ехать? Совершенно верно. У нас есть временный пункт. Мы арендуем квартиру небольшую в поселке МПС, но это не подстанция. Подстанция – это целая структура, которая имеет то же самое, что и на станции. То есть это заведующие, это медикаментозная часть, это гаражи, теплый бокс и так далее, и тому подобное. И вот этот вопрос муссировался и при мне. Сейчас очень активно занимается Айвар Николаевич, пробивает вот этот вопрос. В плане она была у нас, по-моему, в 2020 году, но вопрос финансирования – это очень непростой. Сейчас территория выделена, техзадания есть у нас, документация есть, есть свои виды. Все зависит от количества денег, от наличия денег. И вот так, как вы говорите, все равно у нас в планах строительства подстанции скорой помощи именно в том районе. Потому что город как-то развивается. Вот Арбан у нас – это, конечно, очень мощный такой район, который разрастает. Ну вот он закончится, и все, и так вы знаете, что в городе площадей нет. Только будет снос строительства новое многоэтажное, а так свободных мест для строительства жилья практически не остается. И город все равно будет двигаться больше в ту сторону. – Доктор Иванович, мне вдруг стало интересно, вот если снова о людях, которые работают, а есть ли на станции скорой помощи свой психолог? Или такое не подразумевает? – Нет, положено, конечно, да. Желательно было и иметь и психолога, и помещение для психофизиологической разгрузки, скажем так. Так, обязательно, по-доброму на станции обязательно надо. Почему? Потому что, я говорю, не каждый вот эту ситуацию, даже у нас, скажем так, закаленные и по многу лет отработавшие бывают, такие ситуации выбивают из колеи какие-то определенные случаи в работе. Поэтому и психологу бы нашлась работа, и комнаты бы была необходима, но все упирается в наличие площадей. В свое время, когда станция была построена, вроде было свободно все, но потом все в финале занято, площадей свободных нет. Выделить такую комнатку, конечно, у нас нет возможности. – А, смена сотрудников сельдшера сколько длится? – Они работают, да, в основном они работают сутками, но у нас это не исключает, работает и по 12 часов. По 12 часов, то есть это нормально, но для того, чтобы работать, вот, пересмена у нас водителей, работают все по 12 часов. Это несколько, вот, сам период пересмены, вот, одна пересмена в сутки – это такое заположное время немножко, то есть одни приезжают, садятся, меняются, там, так далее. Если их две будет пересмены, ну, это еще хлопать не будет. – Ну, и вот я пыталась спросить, вот, у вашей молодежи, какое количество вызовов в сутки, то есть это не регламентировано, да? – Такого, такого норматива нет, но я вам скажу, в среднем это 12-14 вызовов в сутки. – У работника, да, у работника, но, вы знаете, все это очень относительно. 12-14 вызовов можно отработать в легкую, а может тебе 2-2, 1-2 таких вызовов, это и 2, и 1,5, и 2 часа уходит. Вспомним тогда хотя бы ковид. – У нас есть звонок, ковидное время. – Вспомним, да. Здравствуйте, мы вас слушаем. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Я хочу выразить благодарность нашей скорой помощи города Абакана. – Спасибо. – И в том числе Виктор Ивановича. – Спасибо. – За их работу. Сколько раз приходилось вызывать скорую помощь, и для мужа, и вот для себя, сколько раз они спасали, бесчетно. Я очень-очень благодарна, очень внимательно всегда, профессионально. Не уедут, пока вот лучше не станет, себе они не уезжают. – Молодцы, я довольна. – Спасибо большое-большое, благодарна Виктор Ивановичу и вашей скорой помощи всем работникам. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо вам большое за теплые слова. Благодарят часто, Виктор Иванович. – Ну, в основном, как благодарят по телефону, а уж если жалуются, то жалуются в вышестоящей инстанции и на такую очень серьезную. Ну, бывает всякое, конечно. – Конечно, редко скучать нам не приходится. То есть есть и благодарность, я шучу, конечно. Бывает благодарность, и благодарностей больше, безусловно. Это спасибо пациентке, которая вышла, нашла минутку со словами благодарности. Как правило, ну, так человек устроен. Если какую-то обиду затаил, то он уже идет, скажем так, до последнего. А поблагодарить, ну, то ли забывают, то ли что, но все равно благодарность. – Да, вот сначала нам переполнять, время проходит заболевать. – Да, 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 ну, прошло и прошло. На самом деле благодарностей гораздо больше, безусловно, гораздо больше. Не хочу сказать, что все у нас хорошо, все идеально, но мы стараемся. – Вот мы вспомнили 2020-й. – Да, 2020-й год. Кстати, это ковидные времена, когда с одним больным. Это очереди на компьютерное обследование, это очереди на госпитализацию. Доходило дело до рукопашной, когда приходили люди на своем транспорте, и положим на обследование, либо на госпитализацию. Здесь же стоит очередь скорая. У кого больной тяжелее, это кошмар какой-то. То есть там вызов могут… А, госпитализация, госпитализация у нас шла в Майна, в Аскиз, то, что Уст-Абакан и Белый Яр, это у нас даже можно и не считать, это считайте дома, в Черногорск. То есть госпитализация очень сложна, тяжело. Огромное время порой затрачивалось на таких больных. – Да, сегодня мы тоже это покажем. Вот эти очереди из скорых стояли, а других-то машин не было, куда-то ехать. Или как вообще это все произошло? Сейчас вспомнить, да? Я… Вы знаете, по вот этим событиям, по ковидным временам, безусловно, будут когда-то писать учебники. Это будет ситуация все-таки проанализирована. Я очень сожалею о том, что мы не фиксировали ни на фотодокументах, ни хронологии вот это. Просто люди с ног валились. Некогда было этим заниматься. А хотя это войдет в историю, это войдет в учебники, уверяю вас. – Вот за это время, наверное, те, кто молодые, пришел в то время. Вот если они выдержали тот период, тот год… – Да, это была жесткая обкатка. Это была школа на всю оставшуюся жизнь. Безусловно. – И количество вызовов вы говорили, да, уже? Это, допустим, не от вас, это была статистика. Если порядка 100 тысяч в год, то здесь было в полтора, чуть ли не в два раза больше. – Да, ну, оно, во-первых, вскочок самих вызовов, но вызова, я уже сказал, они по времени очень затратные, очень сложные. И люди, я уже неоднократно извинялся, еще буду извиняться, ко многим не успевали. Случалось так, что сутки отрабатываем, и остается десятки вызовов. Оставались с этих суток на следующие сутки, потому что люди наши технически не справлялись. И, понимаете, просто изменилось законодательство. Если в советские времена, я уже говорил об этом, эпидемия гриппа была такая, что если у нас 300 вызовов, катастрофа для нас, то это доходило до тысячи вызовов по Абакану, население было меньше, естественно, доходило. Но привлекали всех к работе. Тогда можно было привлекать таксистов, сторонний транспорт, садили участковых, садили студентов, и всем разрешалось работать. То есть сейчас законодательство, только специалист, только сертифицированный, допускается к нашей работе. Поэтому нашу службу не растянуть было. Очень сложно. Поэтому цену скорой помощи оценили и назначили, скажем так, такую высокую именно в 2020 году, когда и принято решение считать 28 апреля днем скорой помощи. Вообще, в принципе, если бригада на корректе скорой помощи везет больного на госпитализацию, то она его должна сдать другим медикам, по их мнению, кто-то какое отделение должен лечить. Не просто сдать, расписаться принимающий врач. Это очень, еще раз повторяю, это очень непросто. Даже, я говорю, возьмем банальный, скажем так, довольно часто встречающийся повод боли в животе. Боли в животе. Если это женщина, обязательно на консультацию к гинекологу. Если какие-то диспептические расстройства, это обязательно специалист. Мы уже не говорим о самом страшном, о хирургической патологии, о катастрофе в животе. Там уже хирург занимается. И это все нужно, в принципе, в слове от квартиры? Да, есть совершенно верно. Есть абдоминальная форма инфаркта миокарда, которая проявляется прежде всего только болями в животе. И попробуй разберись. Очень. То есть, банальный, казалось бы, повод боли в животе. А вариантов, даже я так назвал, вот на вскидку. Но это не что, и гораздо больше. Десятки, сотни вариантов. А вот когда молодежь на вызовах, бывает такое, что они приехали, девчонки, которых я снимала сейчас в программе, покажу. Мне кажется, они такие вот юные. Бывают слезы, бывают после вызовов что-то. Ой, конечно. Это, конечно, конечно. Особенно первое время. Конечно, вначале существует, конечно, такая, может быть, уверенность, чрезмерная молодость. Да, все знаю, все могу. А потом приходит осознание, что ты не все знаешь, не все можешь. И бывают такие случаи. Бывает какой-то, ну, первый серьезный случай, ну, первая смерть, да, вот бывает. К великому, да, к великому сожалению, на констатацию это у нас ежедневно 2, 3, 4, 5. Это сейчас обязательно, да? Это в любом случае скоро вызывает. Плюс ко всему, в дневное время старается на констатацию ездить у нас не отложка из поликлиники. Но как-то вот по природе устроено. Роды, смерть, это, как правило, вечернее в ночное время. Больше по статистике. Я знаю, что у вас и водители там такие определенные, закаленные. Есть те, кто тоже имеет 40-летний стаж, работает только в скорой. Ну, да, к великому тоже, к сожалению, у нас водители основной костяк, с которыми я начинал, конечно, их практически нет, но и сейчас остались, да, остались люди, которые именно преданные профессии, именно те, которые считают и всегда являются членами бригады. То есть он и по нашим, по всем канонам, по положению, он должен входить в состав бригады, он должен оказывать помощь переноске больного, должен разбираться в медицинском оборудовании, чтобы вовремя его предоставить. И, может быть, где-то даже принимают участие в реанимационных мероприятиях. То есть это всегда командная работа, да? Это, безусловно, командная работа, да, и от водителя очень многое зависит. Это своевременная правильная транспортировка, госпитализация, переноска там. Особенно в тяжелых случаях без водителя у нас стройной работы не получится. А есть вот, если два врача, есть всегда кто-то старший в группе, да? Обязательно. Если это работает два фельдшера или врач-фельдшер. Если врач-фельдшер, то проще. Естественно, врач отвечает. Если это два фельдшера, то обязательно в первую строчку у нас там по нашим графикам, да, ставится тот специалист, который имеет квалификационную категорию, который имеет опыт работы больше. Он обязательно, он будет отвечать за работу бригады. Обязательно. То есть вот как в любом деле лицо ответственное должно быть, без этого не бывает. Виктор Иванович, спасибо за то, что были сегодня в нашей студии. Благодарю вас за вашу многолетнюю работу. Благодарю ваших сотрудников. Благодарю. Благодарю лично. И вот после окончания нашего разговора с Виктором Ивановичем мы предлагаем вашему вниманию репортаж, который коллектив «Абакан-24» сняли вот на этой неделе про работу в Абаканской городской станции скорой медицинской помощи. Называется он «Спасая жизни». 28 апреля у работников скорый профессиональный праздник. Сегодня мы поговорили о том, что, в принципе, появился он официально 4 года назад, в тот 2020-й, который был крайне сложным, когда вам переживали ковид. После этой программы мы вновь увидимся в этой студии. Будет другая тема, другой разговор. Но программу, пожалуйста, не пропустите. Виктор Иванович, еще раз спасибо вам. Спасибо. Спасибо лично. Благодарю. Пусть все у вас будет хорошо. Спасибо. Здоровья вам и вашим сотрудникам. Спасибо.